Друзья, я обращаюсь ко всем нормальным россиянам, к миллионам людей, которые, я уверен, меня сейчас услышат. Сегодня раннее утро, 6 марта. 10 дней с 24 февраля в Украине идет война. 24 февраля без 10.05 утра путинские войска начали обстреливать мою страну. Была объявлена война на уничтожение Украины. Военный преступник Путин хотел взять Украину за три дня. Ему донесли его товарищи и подчиненные, что Украина деморализована, Украина ждет российскую армию, украинцы с хлебом с солью будут встречать танки и бронетранспортеры-освободители. То ли они оказались идиотами, то ли сам Путин. Во всяком случае, война идет уже 10 дней. Украина не сдана. Украина мужественно, героически сопротивляется. Сопротивляется не только выдающаяся украинская армия, сопротивляется весь народ. Во всех городах мужчины взяли в руки оружие. Они стреляют из окон, из подвалов. Они делают все для того, чтобы разбить вражескую армию, которая как саранча с разных сторон пытается захватить Украину. Результаты для России крайне плохи. На сегодняшний день более 10 тысяч российских солдат лежат разбросанные в полях, сожженные, уничтоженные. Их даже не подбирают. Они в таком виде гниют. И об этом Путин вам не говорит. Более 10 тысяч россиян уже погибли в Украине. Тысячи россиян взяты в плен. Каждый пленный записывает обращение. Каждый пленный звонит маме или жене. И украинцы все это снимают. Тысячи видеодокументов уже есть. Их можно увидеть в ютубе, в других соцсетях. Это россияне, которых бросили на убой, как пушечное мясо, покорять Украину. Которая ничего плохого России не сделала. Подбито и уничтожено огромное количество боевых самолетов, в том числе СУ. Бронетранспортеров, танков, бензовозов, прочей техники. Если посмотреть сегодня сверху на территорию Украины со спутника, можно увидеть тысячи бронетехники, валяющиеся на украинских дорогах и в украинских полях. Это страшное зрелище. Россия платит за свою наглость, за свое хамство, за свою неприкрытую агрессию. В 21 веке ваша страна пришла на территорию моей страны сеять смерть. Российские грады, российские самолеты бьют по мирным городам, по жилым кварталам, уничтожая все живое. У нас огромное количество погибших детей, погибших матерей, разбомбленных школ, больниц, роддомов. Вы все это можете видеть в Ютубе. И до имеющие глаза, пускай это все увидит. Весь мир объявил России беспрецедентные санкции. Беспрецедентные настолько, что даже по отношению к фашистской Германии ничего подобного не было. Благодаря этим санкциям в ближайшие дни Россия будет уничтожена экономически. Российские самолеты не могут летать по миру. Российские деньги, которым так хвастался Путин, говоря, что у нас такой фонд есть благосостояние. Они превратились в пыль. На них наложен арест. Арест наложен на все имущество олигархов. Все западные фирмы прекратили иметь дело с Россией, выводят свои активы. Закрывается все. Россияне, Путин сделал вас нищими. Ваши деньги превратились в пыль. У вас ничего нет. Вы становитесь рабами и заложниками этого полусумасшедшего или полностью сумасшедшего маньяка. Который, повторяю, в 21 веке обрушил всю огневую мощь российского государства на украинские города и села. Харьков. Это русскоязычный город. 90% населения Харькова русские по национальности. Харьков бомбят так, как не бомбили Сталинград. Стирают с лица земли один из лучших городов Европы. Мариуполь. Точно так же большинство жителей Мариуполя русские по национальности. Мариуполь на грани катастрофы. Там нет ни света, ни тепла, ни еды, ни медикаментов. Там нет связи. Люди в подвалах, в беспомощном состоянии. Это Путин борется там с бандеровцами? С нациками, как он говорит? В русскоязычных Харькове и Мариуполе? Россияне, много лет вас системно, систематически и цинично обманывают. Подонки Соловьев, Скобеева и Попов, Киселев, Норкин, Бабаян. У вас там их много еще разных. Не хочу даже запоминать эти проклятые фамилии. Шейнин и так далее. Они вас за огромные деньги Газпрома и прочих государственных структур России нагло обманывали, зомбировали, рассказывали, что Украина это нацистская страна. Это неправда. Большинство населения Украины говорит по-русски. Большинство населения Украины любит великую русскую культуру, великий русский язык. Президент Украины избраны 73% голосов еврей по национальности. Разве вы не задумывались о том, что нацисты не могут избрать еврея президентом? Я хочу сказать вам, что у вас остался последний шанс. Сбросить Путина. Иначе вернуться к цивилизации для России невозможно. Сценарий вам прописан один. Погибнуть. Распасться и перестать существовать как единое государственное объединение. Если вы не будете выходить на улицы своих городов, не будете протестовать против Путина, который обрек вас на моральные и физические муки и унижения, вы умрете рабами. Без еды, без цивилизации, без ничего. Сегодня в 14.00 выходите на площади Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска, крупнейших городов и говорите Путину. Пошел вон старый ублюдок. Фашист, ввергнувший Россию в пучину этого ужаса. Борясь за Украину, вы боретесь за себя. Потому что Украина не погибнет. Украина уже победила. Да мокла в меч на виз над вашей родиной, над Российской Федерацией. Спасайте себя.